Что ты про эту кресло-качалку вообще вспомнил? Украл, украл. Так он мне... Он сказал, что его дед. А дед, как он качаться может? Ему же за 70 годов. Ему нужно никак. Даже если будет семи-терапия. Ты знаешь, что для деда украл? Я не кресло-качалку украл, а из качалки, из зала кресла. Гимнастическое. С дырами. Там можно было... Да фига, но деду. Так это так и называлось. Это кресло-качалка. Это когда новый физрук приехал, и он его с собой... Ой, он его еще раньше купил. Или... Я не знаю. Венгры, наверное. Да, венгры. Оно такое настоящее. Там всякие гиры, тросы. Кресло-качалка. Да, кресло-качалка. И он его какому-то деду смысл. А он говорит, деду, да. Дурак? А какому деду? Ну, дурак. Вот за это и получил он третий срок. А он за первый... Первый был его по малолетке, а второй он за то, что слоики воровал. В пивниках. И он в краску. Раньше на дне в банках краской воровал. Ну, зато третая ходка у него, и значит, у него сейчас еще один купол прибавится. О, классно. Его два только было. Классно. А сейчас еще? Треть сотка. Треть. И он уже может и фоконал давать. Кому захотит. Так он у нас как галерея. Он когда его... Вот у нас же нету своих, ни этой, ни Третьяковской галереи. У нас есть какой-то музей? Нет, мы его смотрим вообще. Вот я ему так... Да. Вот всякие, всякие у него. И... А жила одна женщина, вот. И она была совсем одна. Ее родственники еще ехали в Америку. Муж ее бросил? Или... Или... Сделал вид, что бросил. Не бросил, по-моему. Или бросил. Да. И она одна жила. А дитяков ее не было. Она ни с кем не нагуляла. Потому что ее профессия была библиотекарь. Да. И она была женщина, ну, не глупая. Она... Но вела последние годы замкнутый образ жизни. Потому что... То ли у нее с ногами что-то было. Не, ну так она же библиотекарь сейчас с глазами. Или с глазами. Она... Она все мечтала о каком-нибудь герое. Она много читала. Ей то давай... Айвенгу. Да. Или Анегина давай. Ну. Ну, которая... Романтическая была. Мечтала, да. Ну, и она уже была не то, что бальзаковского возраста. Трохи за его. Так вот. Ну, немного, но трохи. И что? Бальзаков. Не, да какого это возраста бальзаковского? Ну, сорокон. Ну, сколько ему? Сорокон. Сорок, через шестьдесят. Ну, она трохи за его была. Ну, так у тебя такой промежуточек, 20 лет. Нет, это ж не я придумал. Нет. Это ж не я придумал. Когда говорят... Это ж люди придумывают. Бальзаковская, когда женщины говорят, это если на бальзака похоже. Это когда она уже толстая становится? Я знаю только бальзамовский. И она, короче, стала... У нее в Америке оказались там родственники. Они раньше уехали. Ну, как оказались? Это по-сестре. По линии, да. А они уехали. А они... Они... У нее была пенсия, жила, ну, нормально. Они ей помогали. Ну, она тихо жила. Ну, тихо, да, не громко. Нет, зачем ей здоровалась? А что ей громко? У нее так выгрызли? А они ей помогали. Просылали посылки всякие. Садежа съедала. А она им все время... То ли скромная, то ли шибанутая была. Письмо что-то говорит. Вы мне не шли, что мне не пропадает. Мне так и джиннолка. Носить мне этого нечего. Давать это некому. У меня ни собачки, ни кошечки. Это я не люблю. Да. А мы ей прислали и Макдональдсы. Все равно спортится. Жвачки я не ем у меня. Жинсы? Куда мне жинсы носить? Ну, короче... Мне надо шещать и разбирать. Вот. И она так писала, писала. Купальник не подошел. А те потихоньку, видишь, что как все равно в эту... На камни горячие плюют. А они перестали. Честно ранее. Они потихоньку начали. И вдруг она пишет письмо. Да. И сейчас года три. А они уже думали, что может ее... Может уже ей и дома нет, а другой ее дома уже. А она прислала, говорит. Срочно. Тоже вы мне не, говорит, заброшили. Забросили. И же мне мишлёте сладкого. Побольше мне еды какой-нибудь. Одёжи. Одёжи мне. И не секонд-хенда хорошего чего-нибудь пришли. И стала, короче, просить. А они сразу удивились. Ну, что делать? А написали. А в том дело. Она говорит, ко мне стали ходить белые гости. Они такие замечательные. Все с кем пообщат. Они за мной заботятся. И чай, и коз на мать есть. И коз. Они спрашивают. Мы веще даем с ними. Мы с ними разговариваем. А мы так все обрадовались в Америке, что у нее появились. Подруги, друзья. И стали ей слать. А она все присылает, присылает. И разами почерк. И разами почерк. И там, и пришлите. Видео двойку. Да, видео двойку пришлите. Костюм тройку пришлите. Да. Американскую машину пришли. И в шариковую ручку от Арманию пришлите. И все разными почерками. Разными черними. И подпись гости белые. Белые гости, да. Эти, ну, сразу слали-слали. А они были так люди обеспеченные. Как не. Обеспечные. Они, да, они думали, что ты за старушка разными почерками. Что ты нечисток. И как раз они откладывали, откладывали. И у них ностальгия. Нет, а здесь как раз получилось, что надо было... Как раз суд был по даче. У них там дача была еще давно. И им пришлось приезжать, потому что им надо было самим присутствовать. Соседка отсуживала погреб у них. Да. И им надо было самим приехать. И здесь как раз они хотели проверить. Попознакомиться с ее друзьями. Они приходят к ней. Они приехали. Еще чемоданы приезжали. Хочем-то подарков. Приходят к ней. Она открывает дверь. Ну, даже не она открывает. Не, она сначала, да. Она говорит, а где же твои гости? И что-то там гостей своих не боится. А она так улыбается и говорит, сейчас. 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 Восемь минуты на минуту будут. Как раз уже времечко им потом. И раз ключом кто-то открывает, она говорит, у них ключи свои. Да, у них свои ключи. И еще улыбается. И так... Как дурочка. А в квартире все. Она так... Какие-то вырезки с газет. Банки от солянки стоят. И тут они заходят и говорят, здравствуйте. Я доктор Федоров. Да, а я доктор Мавокин. Да. Мы врачи. Психиаторы. Психиаторы. Да, мы уже наблюдаем за ей. Три года за вашей пациенткой. У нее, говорит, крыша чуть-чуть поехала. А она на воду, так это вы нашу колбасу поели. А они смотрят эти чеки от ружинцев, которые они им плавили. Да. И... А у этой ничего не было. Они ей только солянку давали есть. Да, и халат какой-то был этот. И эти белые гости, они сами все сжирали. Вот. А она потому что начокнулась. Потому что все время... Ну, много книг очень... И щирялась, смотрела. Ну, мы не знаем. Короче, когда эти родственники возмутились, самый главный санитар дал ему торец. И сказал, и что раз вы звучите, я тебя заберу. И упеку вместе с собой в 23-е отделение. Да, и твою эту мамашу, или как? А у них была целая мафия. Врачей-пши-театров. Да, у них по району было много таких, которые... И квартира ее уже была распределена. И из них началось еще белое братство.